Масштабный марш прошел и в центре столицы. Украинские профсоюзы отметили День труда. На первомайскую демонстрацию вышли около двух тысяч человек. Они прошли от Бессарабской до Европейской площади, несли флаги, плакаты с требованиями к властям. Все видела Ксения Барвиненко. Участники марша, члены профсоюзных организаций под флагами социал-демократической и социалистической партии, вышли на демонстрацию. Но в этом году не только праздновать День труда, но и защищать свои права. Профсоюзная традиция, марш мира, марш солидарности, марш единства профсоюзных. Сотни тысяч киян, члены профсоюзных сегодня выходят показать свою солидарность, что мы хотим защитить свои права, право на труд, право на заработную плату. Профсоюзные в единстве хотят добиваться справедливости, мира, сладости, чтобы жизнь была лучше и справедливее. Из-за масштабного марша полиция перешла на усиленный режим работы. Охраняли демонстрантов около 500 полицейских и бойцов Нацгвардии. К счастью, обошлось без провокаций. Марш закончился на Европейской площади. Там главы профсоюзов обнародовали свои требования к власти. Чтобы человек в работе, который знает, что такое мозолит, что такое работа, что такое щодневная работа, имела возможность строить в нашей стране светлый майбурт. План «Как изменить страну к лучшему» предложил народный депутат Сергей Каплин. Об этом он написал в своей книге «План президента Каплина». Сам нардеп называет ее новой конституцией. Эта книга – это новая конституция нашей страны. Это уменьшение количества народных депутатов до 100. Это новая конституция, где предназначено уменьшение членов уряда, возможности откликания народных депутатов, депутатов местных районов, местных голев, упрощенную процедуру импейсмента. Эта книга дает ответ, как защитить простого работа, простого селянина, как дать ему гарантованную работу сразу после студентской лавы, как дать гидную пенсию, дать гидную зарплату, дать гидную социалку. И это далеко не все изменения, о которых написал нардеп Сергей Каплин. Он уверен, политическую систему нужно полностью изменить, а начать необходимо с объединения страны и создания одной мощной политической силы. Ксения Барвиненко, Геннадий Аникеенко. Подробности телеканал Интер.